И всем привет, с вами я Александр Сачков, заранее подписывайтесь на мой канал NoBuzz, добавляйтесь ко мне вконтакте, принимаю всех. ID 53, 55, 44, 63, Александр Сачков. Итак, что же я могу вам сказать, заходите на сайт NoBuzz.pro, там интересная информация о играх, программах и сайтах. Давайте уже начнем нашу игру. Я сегодня вас не хотел задерживать, но сегодня мы опять играем на моем телефоне, Samsung Galaxy S7, и мы сегодня поиграем в игру под названием Subway Surfers. И как бы научимся, наверное, играть в нее, и сегодня мы пробежим максимальное количество всяких разных штук. В общем, играю я уже, как бы сейчас уже несколько минут, я переснимал это видео несколько раз, но как бы ладно. Вот, 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 фли уже почти собралось. Блин. Так, и сегодня, в общем, я хотел бы поиграть с вами. Давайте уже поиграем немного. Так. Итак, Subway Surfers, это такая игра, на которой мы можем поиграть и просто поиграть в нее. Да, кому-то будет это интересно. Ну, я не знаю. Так как Subway Surfers, вообще, это такая вот, можно сказать, игра, которой почти что никто не играет. Да, играют там люди, но не такое количество, какое и было давно. Ладно. В общем, что я могу вам сказать. Сегодня мы играем, мы... Точнее, я играю. Как вы знаете, я выложил дофигища видео, которые просто были про игры, точнее, ну как про игры. Про Mafia 3, как патчи устанавливать к Mafia 3, там про разные игры. Escape from Tarkov. Короче, мы в нее хотели поиграть, но у нас она просто не запустилась, так как она еще не вышла на ПК. Ну, в общем, как-то так. Мы все пытались. Мы пытались установить Quantum Break на Windows 7. Хотя, она вот только на Windows 10, но мы все-таки меняли файлы, как-то пытались зайти. Зашлось все-таки. Итак, пришло время для второй части нашего Subway Surfers. Итак, вот так вот можно играть. Интересно, давайте все-таки рекорд мы побьем сегодня. Так как рекорд у меня уже был такой вот интересный. Давайте мы все-таки его побьем сегодня. Нет? Все-таки хотелось попробовать. Это сделать. Так. Так. Да, на телефоне, конечно, проще всего играть. Да. Потому что я... Телефон баловает разный, с разным откликом экрана. Есть специальные даже игровые телефоны. Есть телефоны от NVIDIA компании, которые... Есть компании, которые делают видеокарты. Это NVIDIA. Они, в общем, создают теперь телефоны. Не только планшеты, но и телефоны игровые специальные. Это шелды, специальные для игр сделанные. В общем, кому интересно, заходите на сайт NVIDIA. Я не буду рекламировать сейчас его, потому что это так понятно. Покупайте там смартфоны игровые, такие с дисплеем 5. Просто с пятеркой экраном. Там как бы играбельно играть. И вы можете поиграть спокойно. У меня, конечно, не такой телефон. Я уже сказал, потому что у меня Samsung. То есть, как-то так. Как я уже сказал в прошлой части. В прошлой части я сказал то, что я не такой уж супер игрок, как в Counter-Strike на компьютере. Я не умею играть с собой с серферс. Но я все-таки пытаюсь как-то выиграть. И пытаюсь играть. Да, не получается. Но я все-таки пытаюсь. В общем, как-то так. Итак, в этой игре вообще нужно просто прыгать и пытаться что-то сделать. Вопрос. Откуда у меня Принц Кэ? А вообще, он у меня достался просто так. Я не донатил. Ну как не донатил? Я просто накопил сам, но как бы я донатил не в игру. Есть специальный сайт. Рекламировать я его не буду. Вы просто можете найти его в интернете. Это не взломы игры. Это специальный сайт, который... Сайт, который меняет ваше значение. Точнее как. Вы туда донатите, и он просто ваший там... Например, вы задонатили 100 рублей. И у вас они превращаются в 100 тысяч монет. Я не знаю, это круто, не круто. Так как я не разбираюсь. В общем, задонатили 1000 рублей. Значит, 1 миллион у вас будет. То есть вы можете уже спокойно покупать Принц Кэ. С ключами, конечно, это самому мне пришлось накапливать. Да, я все-таки накопил. Я все-таки попытался накопить. И накопил. В общем, вот как-то так. Почему у меня глючит дисплей? Я не знаю, почему. Но у меня, когда я снимаю видео с экрана, у меня почему-то постоянно глючит сам телефон. То есть отклик вообще не работает. Вот у моего друга есть... Хотя, скажем, Samsung тоже. Nvidia Shield. Он играет в нее тоже в Subway. Играет. И у него как бы игра тащится просто. Ну как тащится? Ну да, можно так сказать. Как бы тащится. Можно здесь, конечно же, включить это. Я это тоже сейчас задонатил, потому что я задонатил дофигища. Я вообще 500 рублей только задонатил в эту игру. Но как бы это нормальное количество. Мне так кажется. Доната. Потому что я сразу 500 тысяч задонатил. Считайте. А остальное я все просто накапливал. Сам. Уже. Конечно, у меня там есть друзья, которые... Как вы знаете. Если вы зашли там с Facebook. Вы там можете что-нибудь делать. То есть восстанавливать покупки. То есть я делал так. То есть я задонатил. И еще друзья, которые реально круто играют. Они... Они там за меня играли. И я как бы монеты получал. Восстанавливал покупки. И они с моего... Как его там? Плей-маркета. Уже... Как бы... Перечислялись монеты. Например. Если один аккаунт на два телефона. Вы на одном играете. На другой можно переводить. То, что вы наиграли. Это, конечно же, можно сделать. Я так и делаю. Ну, в общем... Получилось. Вот я накопил на принце К. К. Всего лишь потратив на игру 500 рублей. И немного своего времени. Ну, точнее, как своего времени. Я потратил на эту игру где-то год один. Один год я играл в эту игру. Да, я играл мало. Не каждый день. Даже, может... Не каждую неделю. Но иногда просто заходил. Немного подкачивался. Точнее, как это назвать можно. Играл немного. Ну, вот поиграл. Точнее, я играл не из-за монет. Так как у меня уже было... Вот у меня уже как несколько месяцев есть. Принц К. Вот. Что я могу сказать? Как вообще... Я играл. Я играл ради... Не монет. Я ради ключей играл. Кто-то играет ради удовольствия. Кто-то играет ради там... Я не знаю чего. Просто, чтобы... Джетпаков набрать. Коробок набрать. Там, чтобы кого-нибудь открыть. Типа, спайка или кого-то еще. Кто-то Ютани хочет открыть. Кто-то хочет тоже Принц К. накопить. Но я играл ради ключей. Потому что ключи это реально сила. И, как бы... Они могут сделать из вашего обычного игрока. Просто такого вот донатера. Еще раз говорю. Такой серверс есть. Который можно накрутить монеты. Так просто донатите там. И у вас накручивается монета. Но такого не исключаем. Ну, ребят, понятно. А почему я... Да, я так делаю вообще. Зачем я тогда начал? Если я мог бы просто скачать читерскую игру. И там что-то сделать. Я не люблю такие вот моменты. Когда надо там что-то делать. Я не люблю. Я не люблю читы. И, в общем... Как бы я играю с читами иногда. Но не всегда. Это понятно. Так. Давайте дальше поем. В общем, как-то так. Да, у меня 500 есть скейтов. Но, как бы я их накопил за игру. Я их не покупал сам. Я их накопил за игру сам. Я ни разу не купил в скейтах. Я ни разу коробок не открыл. Ни одну коробку за 500 монет не открывал. Раньше не стоили 300. Но сейчас уже 500. Коробка. Так что... Я просто не хочу открывать их. Я только задонатил, чтобы купить скины. Это дешевле у меня получилось. Так же, как с кс. То есть... Хоть у меня и в кс почти что нету граффити. Потому что донатить мне надоело. И деньги тратить я тоже не хочу. Потому что... Ну, серьезно. Кто будет просто тратить деньги просто так? Я не знаю. Потому что мне уже не прикалывает. Та кс, которая была реально интересная. С которой... Тогда, когда я был еще... Можно сказать, маленьким. И меня просто прикалывал, чтобы поиграть с друзьями. И там... Затащить. Сейчас уже у меня такого прикола нет. Я просто играю... Ну... Ради лайков, можно сказать. Ради того, что вы меня смотрите. Хотя вас осталось мало. После закрытия канала почти что все подписались. Но все-таки... Я не знаю. Ну, сколько осталось людей. Это круто. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Все-таки как-то... Чтобы не закрылся канал. Вообще, причина... Вот вы в этом видео узнаете. Причину, почему я закрыл свой канал. Вы знаете то, что там... Хотели меня там взломать. Это все слухи. Нет. На самом деле, просто... На меня жаловались. Просто один и тот же дебил жаловался на меня три раза. Ну, точнее, как три. Два раза пожаловался. И я все. Сразу как бы ушел. И он перестал. Он думал, что я сразу уйду. В общем... Я не стал ждать 90 дней, чтобы эти все жалобы аннулировались. И что-то произошло. Я этого ждать не стал. Я подождал вот недельку и выложил вам новое видео. Потому что я так не могу. Потому что меня напугает какой-то школьник, который... Меня никто не может напугать. В общем... Если меня забанят, то... Есть такой парень просто, который думает, что это его видео. Или просто он думает, что это чьи-то видео. Но это, ребят, мои видео все. Поэтому я не знаю. Если ты сейчас это смотришь, то... Я говорю, я не злюсь ни на кого. Потому что... Ну, такая вот... Просто так вы делаете. Так вы хотите, значит, делать. Мне как-то все равно. Я делаю видео не для себя. Я делаю видео для вас. Хочу сделать так, чтобы вам было интересно на моем канале. И создавать что-то новое мне хочется. Вот поэтому я играю. Там что-то подключаю. Что-то делаю. Если вам не интересно, просто отписывайтесь от моего канала. И все. Нет проблем, ребят. Зачем тогда портить чужие каналы? Итак, уже несколько каналов просто так закрылись. Ну, точнее как. Ну, были такие каналы, которые там... Просто... Кто-то кого-то ругает. Там что-то кто-то делает. Обзывается. Там человек закрывает канал. На меня это как бы не действует. Меня и вконтакте пишут. Там что-то матом на меня. Ну, ребят. Я просто в честь бросаю и все. Я таких людей не дружу с такими людьми. Да, такая вот еще проблема. То, что от меня вот сейчас стали убираться друзья из контакта. Ну, я не знаю. Ну, ребят. Я никого не держу. Зачем ругаться матом на меня и что-то там писать? Зачем приглашать меня в беседы, которые мне просто не нужны? Я такой человек, который снимает видео. Я не общаюсь ни с кем вконтакте. Ну, точнее как. Я со своими друзьями, которые я знаю, я с ними общаюсь. А вот если вы меня что-то там спрашиваете, типа сколько мне лет, когда я начал открывать свой канал, я на эти вопросы отвечать не буду. Потому что это реально тупые вопросы. И все это написано на моей странице вконтакте и, конечно же, на сайте. Там сайт у меня написан. Теперь у меня есть, как бы, такой вот статус. То, что если я убрал из друзей, попал в ЧАЭС. То есть, кто убирается из друзей у меня, сразу попадает в ЧАЭС. Значит, вы просто не хотите со мной тушить или я не знаю. Ну, ребят, есть такие случаи, которые просто люди удаляются, хотя они не хотят. Например, не хотели удаляться от меня. Но все-таки удалились, а это казалось, там, кого-то кто-то взломал. И, типа, удалили просто всех друзей, вы просто что-то пишете. Я вам говорю, мне все равно. Вы удалились? Удалились. Все. Мне все равно, что-то. Зачем мне писать всякие там, общаться со мной? Зачем? Я вам говорю, зачем спрашивать какие-то? Ладно, спросить вопросы, когда новое видео. Это понятно, но я иногда не всегда пишу. Чтобы видели, когда новое видео. На сайте написано, например, через 3 дня новое видео. Через 5 дней новое видео. Через час, например, новое видео. Я это все пишу на сайте, но иногда это все глючит и просто ставят знаки вопроса. Поэтому, ребят, вы можете этот вопрос задавать, но не слишком часто и не спамить. Зачем вы дублируете сообщение? Я не знаю, это мне тоже не надоедает. И мне потом это чистить? Меня это как бы все чистить тоже не очень прикольно. Ну, вы представьте, у вас там тысячи диалогов. И вы представьте, искать вас, чтобы вам отвечать, во-первых. Во-вторых, удалять ваш диалог по частям хотя бы. Это сложно. В общем, если вы хотите, то задавайте нормальные вопросы один раз. Не надо писать мне каждый день одно и то же сообщение. Я читаю, я все знаю. Не надо мне писать ничего. Если я вам не пишу, это не значит то, что я там обиделся на вас или что. Если я не отвечаю, то я или занят, или просто не хочу вам отвечать. Я вообще нормальным людям, которые реально нормальные, смотрят мои видео, лайкают. Я с ними общаюсь нормально. То есть сразу отвечаю. Ну, почти все сразу. Например, вы написали, и я только через минут 10 ответил. То есть я не постоянно сижу ВКонтакте, это уже понятно. Я сижу там, я не знаю, несколько часов в день только. И все. То есть моя страница выключена. Если она включена, то это не значит, что я за компьютером сижу. Это просто может отображаться то, что я в сети, потому что у меня телефон включен. Как бы там страница включена, но я не у телефона. Так что, так что тоже не обижайтесь, то что вот, ой, Александр Значков мне не пишет, я обиделся, я от него удаляюсь там или что-нибудь. Типа такого. Ребят, мне, я вам говорю, мне все равно. Вы мне пишите, я отвечаю вам. Если вы там какие-то, я не знаю, тупые вопросы спрашиваете, я не знаю. Вот я, там мне пишут, чем ты занимаешься, что ты делаешь и что ты будешь делать. Такой тоже был человек, я его через бросил. Я как-то ему написал то, что я занимаюсь делами, в общем, личными, которые не касаются других людей. То есть я там, например, что-то создаю, игры там, которые просто я не хочу говорить о них. И человек такой просто мне достал, писать такими сообщениями. Я просто ему написал, это, ну, как бы не твое дело. Если я захочу сказать, я напишу на сайте и тебе напишу. Но я ему написал то, что я не хочу это говорить, как бы. И все. Он все-таки продолжил мне писать это все. И я его, короче, в честь бросил. Он потом обиделся, отписывался от меня, от Ютуба. Сказал то, что я просто какой-то лох. Я не знаю, мне все равно, ребята. Вот правда. Вы не поверите, но мне все равно. Я делаю видео для вас. Мне мои видео не нужны. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Слычков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Nubaz. Добавляйте меня вконтакте. Вы уже знаете, какой ID. Добавляйтесь. Я принимаю всех. Ноль подписчиков. Точнее, есть один подписчик. По имени Deleted. Но это не важно. В общем, всем вам пока.